До войны он был обычным мальчишкой со своими увлечениями и целями, но ненависть к врагу заставила его рано повзрослеть и показать, насколько бесстрашным может стать детское сердце. Перед смертью 16-летний Саша Чекалин успел выкрикнуть «Не взять им Москвы, не победить нас». Он был увлечен физикой и природоведением. Благодаря своему отцу, которому были хорошо известны окрестные леса, в 15 лет овладел стрелковым делом и был награжден значком «Ворошиловский стрелок». Когда началась Великая Отечественная война, Александр вместе со своим отцом стал бойцом партизанского отряда «Передовой». Саша Чекалин принимал самое непосредственное участие во всех боевых действиях партизанского отряда. Во-первых, он собирал сведения, разведданные о враге. Он занимался минированием железнодорожного полотна. Он пускал под откос фашистские поезда, которые шли с пополнением фронта под Москвой. Он участвовал в боевых акциях, в засадах, в нападениях на фашистов. Тяжелые условия, в которых жили и сражались партизаны, ослабили юного героя. В начале ноября 1941 года он заболел воспалением легких, и командир отряда отправил его в деревню, чтобы парень смог отлежаться. Измученный болезнью Саша затопил печь и без силы рухнул на кровать в пустующем родном доме. Думал отогреться, болезнь пройдет, и он вернется в строй. Но вернуться в отряд ему было не суждено. Дым из трубы заметил староста и тут же доложил новым хозяевам о лесном госте. Его выдали местные предатели, которые пошли сознательно на службу к фашистам. И он был повешен 6 ноября 1941 года в городе Лихвин в Тульской области. В 1942 году, после освобождения данной территории от фашистов, Следственная комиссия установила факт предательства, факт выдачи его фашистам. Ночью гитлеровцы попали в дом, где лежал больной партизан. На крик фашистского офицера сдаться Александр Чекалин выхватил гранату и бросил ее в фашистов. Но она не взорвалась. Немцы схватили юного героя, отвезли в штаб на допросах, Сашу пытали, искололи ему ноги штыками, выбили зубы. Но парень так ничего и не рассказал оккупантам о деятельности партизанского отряда. 6 ноября 1941 года оккупанты повесили героя на центральной площади. Смотреть на казнь подростка согнали всех жителей города. Но никто не забыт, ничто не забыто, несколько лет назад было предано гласность уголовное дело за номером 1804, которое с января 1942 года хранилось под грифом «совершенно секретно». Там были указаны фамилии людей, сдавших Сашу Чекалина немцам. Они пережили юного героя всего на полгода. Предатели понесли заслуженное наказание, они были расстреляны. Саша Чекалин был награжден званием Героя Советского Союза. В 1942 году, уже после случившегося, мама героя Надежда Самуиловна Чекалина напишет об Александре небольшое произведение «Мой сын». За боевые заслуги в ранг пионеров-героев возведены 85 юных мстителей, 6 из которых удостоены звания Героя Советского Союза. Посмертно оно присвоено и Саше Чекалину. Его имя носит не только бывший родной город, где подросток достойно принял смерть за родину, а также улицы в Минске, Тулии, Волгограде, Уфе, Новокузнецке, Новосибирске и Перми.